Добрый вечер, вы на канале i1. Телефон в студии 8495-276-0985. Мы говорим о теме, которая волнует меня, волнует вас зрителям, вы сейчас об этом звонили. Художник имеет право что-то искажать? Не имеет. У нас сегодня в гостях Андрес Полустусма, человек, который... Добрый вечер. Андрес, с приездом вас. Хотя я знаю, что вы давно уже в Москве живете, но я тут пытался иронизировать, что вы из Эстонии, надо вас накормить рыбкой. Шпроты, это больше туда латышам, у нас кильки. У вас кильки, ну видите, у них кильки. Кстати, хорошие кильки бывают, очень хорошие. Поэтому вот сами вы, я сейчас не буду подводить к вашему фильму 18-14, а вот сами вы чувствуете ответственность, что кто-то, не прочитав истории, посмотрел какой-то фильм, даже не то, что ваш, 18-14, неважно, да? Вот вы чувствуете эту ответственность, когда идете на проект, что вам скажут, а вот у нас будет вот так, говорит продюсер. Естественно, чувствую. И что вы делаете? Вы согласаетесь с такой проект? Ну, если там лажа, то, что мне, не мое, в чего я не верю, и она совсем мимо, и не мои взгляды, то я, нет. Вы откажетесь, да? Скажите, а вот тогда в фильме 18-14, да, совершенно придуманная история, правильно? Не согласен. Не согласен. Уважаемые слушатели, если вы тоже не согласны, причем не согласны и со мной, и не согласны с Андресом, звоните в студию 8495-276-0985. Чем же вы не согласны? Что это придуманная история. Да, она придуманная история, но эти сюжетные линии, которые там внутри, с ребятами, что происходит, и конкретно с кем-то, это все в реальности было, хотя смотря на их вспоминания, на дневники и так далее, и в стихах это все есть. Все это есть. А скажите, пожалуйста, как бы вы бы отнеслись к тому, что через какой-то период времени сняли фильм про Андреса? Вот в молодые годы, как он бегал бы за девушками, совершал какие-то поступки подлые или хорошие. Да. Вот как бы вы к этому отнеслись? Вы, ваши родители и ваши знакомые? Ну, черт его знает. Вот такой скромный ответ Андреса по-то смартфону, черт его знает. Если вы еще даете мне полминуты думать, я буду еще пять минут думать на этот ответ. Хорошо. Наберно, поскольку я все-таки такой достаточно самолюбленный человек, я думаю, что это было бы интересно. Посмотреть на это? Конечно. А могло это обидеть? Ну, если автор, у него есть цель конкретно обижать, конкретно унижать, что угодно. Плохое, негативное делать, я думаю, это потрогал бы, конечно. Я вот тут пью чай, пока рыба не готова, я в наличие чай, хотите? Спасибо. Вам будет так как-то поуютнее. Нервничаю, видно, да? А нет, не видно. Знаете, почему не видно? Потому что все-таки вот этот экран телевизионный, я-то вижу, что вы нервничаете, я это чувствую. А зрителей нет, они думают, вы такой уверенный и все нормально. Так что не обидеть внимания, у нас нормальный зритель. Я-то отсюда открыт, а здесь хорошо. Здесь как бы более-более... Здесь защищен. Поверьте, на самом деле я и ростом на самом деле метр двадцать. У меня просто есть подставка, я просто хожу по подставке. На самом деле я гораздо ниже ростом, да. А потом, знаете, когда я начал вести передачу, я прочитал такую вещь, вы на это знаете, да, если работаете в кино, там и на телевидении, что вот уникальные вот эти камеры, ну в кавычках уникальные, да, они добавляют плюс восемь килограмм. Поэтому вот сейчас я в эфире плюс восемь килограмм, я на это смотреть не могу, у меня лежит как ведро. А вот вы, чтобы сравнить, сравнить, у кого лицо не как ведро, так это у нашего гостя Андреса Флот Усма. Потому что он прекрасно выглядит, а я уже на этой кухне отъелся вместе с вами, уважаемые зрители. Есть по виду сейчас 75 килограмм, нет? У вас 75 килограмм? Сейчас намного меньше опять, подготовка идет от фильма. А кого вы новое кино снимаете? 18-28? Нет. А какое? Мы с будущего, фильм второй. Тоже история. Чайку можно? Можно. Я понял, я молчу, я понял. Без кинет сейчас. Нет, сейчас я в наличии. Фильм второй снимаете? А первый фильм вы тоже делаете? Нет. Не вы? А что от того не пригласили? Это лучше был, крепче, лучше был. Вам покрепче? Да, спасибо. Это был режиссер Малюков. Сейчас моя очередь. Это не продолжение, это фильм второй. И там будет все по правде? Я стараюсь. Но вы это самое. Эстония-то она все-таки маленькая. А в России спросят. У нас с Украины люди звонят, спрашивают. Не надо, а то я потом буду сидеть посуду мыть каждый раз. Ну, у нас есть посудомоечная машина для этого. Мы не можем использовать эстонских режиссеров. Итак, телефон в студию. 8495-276-0985. Как только будет готова рыба, мы обязательно с вами попробуем. Ну, вот на самом деле из всего этого юмора и разговоров мне все-таки хотелось бы задать вопрос серьезный. Вот что делает зрителю, ну или родителям в частности, понимающим, что ребенок мало читает, а смотрит кино. И очень много передернутых фактов. И он свою жизнь, свои знания исторически формирует по этим фильмам. Это вопрос? Да. Я специально даю немножко паузу. Вы говорите, что волнуетесь. Давайте тогда не мой вопрос, а вот уважаемый телезритель. Добрый вечер. Откуда вы? Добрый вечер. Это Азбука Морза с корабля где-нибудь вблизи Эстонии. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Как вас зовут? Виктория. Виктория, у вас вопрос к ангрессу. Ну, вообще-то я еще хотел сказать вам большое спасибо, что вы поднимаете эти темы. Поднимаете эти темы. Так как они развиваются и дают что-то новое, хорошее всем телезрителям и всем, кто вас смотрит. Спасибо. Вот к ангрессу. Вы видели фильм 18-14? Вы знаете, к сожалению, я не смотрела. Ну, я просто хотела по теме вот вашего вопроса сказать, что по поводу искажения фактов, что хотелось бы просто, чтобы оставалось хорошее впечатление, настроение после этих фильмов, и чтобы было и меньше крови и негатива, а больше позитива, хороших эмоций. Ну, а как же позитива, хороших эмоций и позитива у вас достаточно в российском кино. Но если снимается фильм про Каллигулу, да, или снимается фильм про того же Держинского, нам человек звонил из города Держинска, да, ну, куда же вот этот кошмар и смрад деть, если мы говорим правду? Потому что я когда начал заниматься историей Рима, мне очень было интересно, и то, что я прочитал про Каллигулу, если это все показать вам, зрители, вы с ума сойдете. Это очень жестко. Вот куда девать это? Ведь без этого не существует этого. Почему надо обязательно припудривать? Ну, не обязательно показывать все тонкости. Можно как-то это так вот показать, чтобы человек понял. Понятно. Хорошо, большое вам спасибо за звоночек. Андрес, ну вот скажите, пожалуйста, вот здесь действительно очень много есть гениальных картин, и мы поднимали эту тему жестокости и так далее. Вы согласны с тем, что история, ну, в основной части бывает, к сожалению, очень кровавой, да? Понятно, что можно найти образ, не делать впрямую, да? Но это же нельзя обойти, вы согласны с этим? Да, 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 я согласен. На самом деле, да. Ну, что я могу сказать? Ну, не согласен. Ну, так, например, там, раз, прупанул. Нет, я согласен. Не согласен. Вот такой конфликт сейчас начинается практически на международном уровне. И вы знаете, уважаемые господа, я напоминаю, телефон прямой эфир 8495-276-0985. Если приходят всевозможные нам послания на интернет, пожалуйста, приносите для нашего гостя. Вы знаете, я вот каждую программу рекомендую фильмы, которые нужно людям обязательно посмотреть. Знаете, в обязательном порядке. Это мой взгляд субъективный, может быть, правильный или неправильный, но я считаю, что это важно. А вот в этой передаче, когда мы говорим про историческую правду, когда мы говорим про ответственность художника и так далее, я буду рекомендовать фильм «Проверка на дорогах» Германа Старшего. Видели это кино? Я сейчас что-то опять неправильно сделал. Нет, нет, когда каждый день у меня спрашивают на русском название фильмы, любые, очень известные, чего мы видели. Так, быстро по эстонски мне «Проверка на дорогах». У меня сразу... Германа, «Черно-белый фильм», «Проверка на дорогах» видели? Ну, да. Значит, уважаемые дамы и господа, этот фильм я сегодня рекомендую посмотреть Андресу Полотусману. Мы встретились специально для этого, чтобы не только познакомиться, но и чтобы Андрес Полотусман посмотрел фильм Германа Старшего. Фильм, который был запрещен и 15 лет лежал на полке, потому что он был неугоден власти, потому что там показали, как им казалось, некую правду о войне. Вы обязательно этот фильм посмотрите. Скажите, коль зашел разговор про новую вашу картину «Мы из будущего 2», она будет называться «Мы из будущего». Фильм второй. «Мы из будущего», фильм второй. Вы как «Звездные войны», да? Эпизод 2. Фильм второй. «Откройте тайну», можете, что там будет, кто куда перенесется, актеры те же будут играть? Не могу отвечать, ну, не могу, потому что продюсеры, договоренность то, что пока я не могу. А там же клановые продюсеры, это российское телевидение? Откуда я знаю. Ну, как это? Здрасте. Я знаю продюсеров, знаю людей, с кем я работаю. Я ваше эти разборки. Тот проект запускал же РТР, российское телевидение. Может быть. И вам нельзя говорить ничего про фильм? Нет, пока нет. Жалко, что мы не можем набить рот рыбой, чтобы делать виску, хотя бы мы говорим и едим. Поскольку речь шла о 18-14, я очень надеюсь, что она скоро выйдет. Она, как сказать правильно. Они. Все они фильмы, пусть выходят. Полная версия этого фильма. Не пугайте нас полной версией. Это сколько? Часов в шесть? Меньше. Четыре. Четыре часа? Ну, это на четыре части, то есть четыре серии. А это кинует полтора часа? Да. Ну, изначально. Для меня очень много отличается. Это часто бывает так, что... Вам не обидно то, что фильм и в прокате, и вы, в частности, и ваши продюсеры, называли фильм 18-14, а не 18-14. Вы не думаете, что какое-то есть такое странное ускорение, да? 18.14. Не хватает еще нескольких цифр, и получится телефон. Почему такое произошло? Почему 18-14? Вы даже на плакате повесили там такое перышко. Да. Зачем вы это сделали? Чтобы разделить возраст, и там в одном названии было и время, значит, год, плюс их, так сказать, возраст. Но вы не упростили, вы считаете, все-таки 1814 год, такая масса, а 18-14 некая дань молодежной аудитории, чтобы они смотрели на себя подобных, и каждый из них думал, что он Пушкин. Здесь такие вещи, что мы говорим о таких вещах, где должен присутствовать обязательно кто-то из продюсеров. Здесь? Да. Если мы эту тему говорим, это такая тема, чего я каждый день слышу молодых режиссеров, кто говорят, и не только молодые режиссеры, что такое продюсерское кино, что такое авторское и так далее. Вы сами это очень хорошо знаете. Да, но я поэтому сам продюсер и режиссер. Мне так не хочется кого-то спрашивать, я хочу иметь свое мнение, это же так трудно. Это говори, это не говори. Ну тяжело же, Андрис, ну скажите честно. Нет, здесь то, что я про следующий фильм говорить действительно не могу. Это есть какое-то согласие, это есть наш говоренок пока. Коммерческий тайм. А вдруг сейчас злой Грымов украдет сюжет и быстренько снимет кино? Давайте рыбу кушать. Рыбу, стойте, а может быть ее сырую сейчас сожрем. Ну знаете, у нас же передача «Честная», там она вот видите, мы ее с самого начала сами готовили. Вы знаете, почему не хочу это делать? Мы сейчас могли бы сделать вид, и я бы сейчас вас тыкал бы в бок и говорил, говоришь, что вкусно. Нет, у нас здесь было много гостей, и это Гарри Бардин и так далее, было прекрасных много гостей, и мы говорим честно. Поэтому мы, к сожалению, задержались с приготовлением, поэтому чуть-чуть подождем, может быть вы уйдете, а мы вам потом пришлем с собой в пакетик. Так, как в Америке. Что не доел, в пакетик дают, и с собой люди увозят. Вам нравится это такая штука? Иногда, да. Чего вам нравятся? Объедки, что вам дают в ресторане? Что-что? Ну, стоп, секундочку. Смотрю, напротив меня сидит. Напротив сидит очаровательная девушка. Да, и я вот... Послушайте, мы всегда сажаем сюда разных очаровательных девушек. Садили меня вот так смотреть. Да, да, да. В следующий раз вы просите вас. Почему у меня рыбу? Я сразу буду все говорить, отвечать, все, любые вопросы. Так, во-первых, девушка, оденьтесь, почему вы пришли в бикини сегодня? Почему вы раздеты и отвлекаете нашего гостя? Добрый вечер. Только сегодня так? Только сегодня. Она обычно была одета в дубленке. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Кирилл. Я хочу сказать, что вот посмотрев фильм «18.14», я все-таки смог разделить, где реальность, где вымысел. Но вот посмотрев фильм, допустим, «Адмирал», я уже не смог понять, где действительно положительный ли это герой или нет. Я вам помогу, я вам помогу. Прямо сразу по теме, касаемо фильма «Адмирал». Знаете, не отключайтесь. Алло, вы с нами? Конечно, да, да. Да, там мне одна, в этом фильме одна вещь понравилась. Я так думаю, ну до чего же, что-таки мы к зрителям, иногда к кинтографисту, относятся очень, ну не очень хорошо. Ага. Там, помните, открывается дверь, и входит актриса Боярская. Да, да, да. В костюме. Так она медленно входит. Да, великолепно выглядит. Да, мало того, что она выглядит великолепно, голосом за кадром, знаете, что сказали? Красавица. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, конечно. Вот когда нам говорят, здесь смеяться, здесь не смеяться, мы скажем, что она красавица, потом скажем, что сейчас будет страшно, Андрес. Да? Ну, поэтому извините, что я вас перебил просто по теме. Так вот, продолжайте. В чем? Я согласен с вами. Мне кажется, должен быть хотя бы какой-то минимальный надзор со стороны контролирующих органов. Я, хоть мне всего 20 лет, но это я осознаю по актуальности этой проблемы. Контролирующие органы? Андрес, вы готовы возглавить контролирующие органы? Я не считаю себя компетентным. Нет, нет, нет. А вот, Андрес, вы будете возглавлять контролирующий орган, который скажет после выхода фильма 18-14, да, что здесь не то, то не то? Вы готовы возглавить или войти в комиссию? Ни в коем случае, я боюсь, что это все равно действует. Не только с этим фильмом, а с другими фильмами происходит это по поводу, как продать, как не продать и так далее. К сожалению. И я думаю, что если появится такая комиссия, которая нам предлагает, она проведет через 4 года съезд, все разделит, поделит, потом все вернутся, обнимутся и со слезами на глазах скажут, ну, кинематограф мы спасли. Поэтому я тоже против этих комиссий. Согласен, но хоть какое-то соответствие должно быть истории? Ну, конечно. Я на самом деле, скажу честно, что мы немножко сгущаем краски. Но, конечно, существуют. И вы же видите, я же приводил примеры у Тарковского, да, и у всех вопрос вектор и угол зрения автора. Вот Андрес снял фильм про вот этих молодых, талантливых людей, которые изменили нас с вами, да, про людей, которые повлияли на нас. Ну, показал он их молодыми ребятами, да. Кино вчера очень заинтересовало мою дочку 12-летнюю. Она говорит, это Пушкин. Ну, это хорошо. Это хорошо, Андрес? Конечно. Слушай, что... Хорошо, когда люди могут разделить. Извините, плохо слышно вас. Хорошо, когда человек может понять, где правда, а где ложь. И именно поэтому мы с вами общаемся в прямом эфире. Именно поэтому здесь существуют ляпы. Потому что мы живые, живой эфир. И у нас в гостях Андрес Полтусма. Звоните в студию. Наш телефон 8495-276-0985. Вы знаете, с рыбой какая-то у нас история происходит. Она еще не звяхнет у нас по времени. Но я хочу тех людей, которые вместе с нами готовят в прямом эфире, искать одну такую вещь. Мы поставили рыбу на 30-35 минут. Очень важно того, чего мы не успеем сделать с Андресом. Ее надо потом достать, открыть вот так от фольги. И поставить еще на 10 минут, чтобы она немножко подсушилась. Потому что мы положили туда фенкель, лук, помидоры, оливки. Этот рецепт по-Ницки называется. В Ницце это очень популярный. Или он еще называется на берегу Франции. Он называется «Бабушкин рецепт». Очень популярный. Мне это просто очень нравится. И я все-таки попытаюсь, чтобы вы попробовали. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Артур. Артур. Задавайте вопрос, Артур. Вот я хотел и к вам, Юрий, задать вопрос, и вот к… Андрес. Андрес. Андрес, да? Да, Андрес. Андрес. То, что вы сделали. Да. Потому что это мой ребенок. Я рад за этих ребят, которые там кто… За всех артистов, которые это честно и искренне работали над этим проектом. Здесь есть другие драматургические проблемы, которые касаются меня и только этой кухне которые создали этот фильм который не важно вам знать но я я рад тем более зная что есть четыре серии где где есть для зрителя сериал поток да на четыре части поэтому что вы подскажите адрес вы прочитать что это возможно не жили считать что возможно сделать сериал потом он не мелко порубить как укроп да и превратить это вот поверите вы что это получается есть же фильмы не только наше время берем там 20 лет назад 30 лет назад когда был так сказать киношная версия а на пластинке или тогда на бхс к вышли вот авторские версии полные отличались буквально в полчаса не в час но не больше почему я об этом говорю мне эту тему волнует знаете почему я выпустил 12 частей фильм козы кукотского да и очень сильно хотел давно его соединить до двух часов я это сделал но получается другое кино да и согласен потому что то что четыре эти серии я хочу чтоб это и видел зритель который видел киноверсию там разные кино там про его нет не буду говорить там уже и вы спросили еще про коммерческий успех а вот коммерческий успех у них был нормальный коммерческий успех к сожалению вы меня поправить и если вы знаете или не знаете но учитывая что адрес как ты дистанцировался он сказал что это не моё это все продюсеры фильм собрал где-то порядка двух миллионов долларов российском прокате да учитывая что мы с вами общаемся уже не первую неделю мы понимаем что хорошо два с половиной до 3 больше было 3 ну ну неважно ну послушайте порядок цифр понять он хрестер собрал 280 тысяч чем говорить 80 208 фильм это хорошее какой они собрали собрали нормальный достойную сумму до муру всего бюджета не вернули потому что вы знаете что бог с офис делится себя пополам вся процентов кинотеатров вся процентов идет вам поэтому коммерчески по цифрам получилось хорошо что зритель это посмотрел поэтому у андреса все в порядке а вы процент получили с прокат вы извините свои вопросы рыбы и больше какие-то вопросы сдаю слишком да нет 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 ну это это такая моя кухня я не буду да или нет я же не спрашиваю сколько свой процент процент от проката вот они прокатили не гонорар у вас есть контракте было пункт что вы получаете процент прокат конечно есть о чем мы говорим поздравляю сейчас оденьте хоть одеяло пожалуйста невозможно отвлекать итак телефон студию 8495 207 609 85 это прямой эфир айван мы готовимся бас говорим про ответственность художника в исторических картинах особенно в исторических картинок то что по ним некоторые люди учатся да учитывая что андрес как эстонский партизан не хочет говорить про новый фильм мы из будущего 272 не хочет говорить или второй фильм 2 не говорим про 1814 мы тоже особо не залезаем потому что есть продюсеры есть режиссер это отдельно скажите андрес вот вас есть уникальная возможность мы даем такую возможность абсолютно всем приходящим в эту студию вот зритель только честно который смотрит ваши картины все любые картины вы довольны сегодняшним днем проката этим зрителям его реакции кто сколько смотрит какое кино вы довольны этим зрителям нет конечно недовольны действительно но я думаю что это хорошо что происходит вот мне нравится хороший честный ответ я не доволен но это хорошо ее это можно обсуждать обсуждать долго то что в фильме учат, в этом я сомневаюсь. Что они учат зрителей. В этом я немножко сомневаюсь, потому что вы из этого начинали предложение. Мы просто говорили, да, что фильм ответственный. Они дают намек, они дают возможность узнать, идти, читать, взять книгу, смотреть то, другое, общаться с умнее людьми. Что бы вы хотели бы сказать в прямом эфире канала I1 зрителям, которые придут смотреть ваши следующие картины? Вот что бы вы хотели сказать? Что они для вас, эти зрители? Вот что они для вас? Гарри Бардин говорил свое. Вот что для вас, зритель, ради которого мы сейчас с вами здесь собрались? Вот ради них. Ну, большинство из них. Очень тяжело. Значит, во-первых, конечно, смотрите, что хотите. Нельзя испортить себя. В этом смысле и всякую хрень, которая небольшой-небольшой любовь-нелюбовь, что валится на голову, да, ради бога, может не смотреть. Но тогда научитесь смотреть то, из чего вы можете чего-то получить. Не только отдохнуть с попкорном. Разные вещи. А то, что из своих фильмов, знаете, это сложно сказать. Я, наверное, такой же... Вы снимали убойную силу на телевизоре. Да? Да. Было такое? Было такое. Признавайтесь публично. Было, было такое. Да. Уважаемый зритель, убойная сила, пиф-паф, ой-ой-ой, снимали вы. Да. Как вы к этой работе относились? Очень хорошо. Это замечательная школа была, это замечательная команда была, это замечательные артисты были. Результат? Там все было очень хорошо. Абсолютно доволен. Я прочитал в одном из ваших интервью, вы сказали про слово рейтинг, что у этого фильма был хороший рейтинг, убойная сила. Я сказал рейтинг? Слово рейтинг? Пока вы будете развлекать наших зрителями эстонскими шутками, я найду сейчас интервью. Хорошо. Я серьезно, как сам прочитал, я же не буду врать. Ну, чего? Многие знают этот анекдот, это старый анекдот. Ну, хороший. Но я услышал, что многие не знают. Эстонский лифт. Вы знаете, какой эстонский лифт? Это старый анекдот. Но я думаю, что это скоростной. Заходишь в лифт, тебя встречают, спрашивают, вам какой этаж? Девятый. Ага. Вам билет давать, нет? Вы не поняли? Уважаемые зрители, наша передача будет идти в записи. Вы знаете, что у нас идет передача в записи в 5 часов. Те люди, которые недопоняли этой шутки, которую сказал нам Андрес, вы можете пересмотреть эту шутку в 5 часов, завтра уже не в прямом эфире. Куда вы пошли? Эстонский лифт, еще раз. А, выадывай. Эстонский лифт. Еще разочек, секундочку. Давайте, давайте. Заходишь в лифт. Тишина. Приготовились. Анекдот. Из Эстонии. Андрес. Эстонский лифт. Эстонский лифт. Заходишь, спрашивают, какой этаж? Ты говоришь, девятый этаж. Вам постельно белье давать, нет? Ну, да. Ну, все, поняли? Хороший анекдот. Правда? Хороший? Обалденный. Старый анекдот. Знали их очень много. Когда я в ГИКе, вообще... А вы из ГИКа, да? Нет, мы там жили, когда учились на высших курсах. И каждое утро на коридоре ходит кто... А, Андрес, слушай, у меня новый анекдот. Я с поэстонцем. У меня их 200 было. Записывал. Я не все вам разное. Пока вы рассказывали этот анекдот, я вам проведу пример вашего интервью. Как вам удобно. Вот смотрите, что вы говорите. Ой. Словом, снимаешь настоящее кино, а не мыльную оперу? Сначала предложили... Стоп, это высший вопрос. Вот, вот. Сейчас, секундочку. Вот. Этот сериал, кстати, завершился тремя поставленными мною сериями и имел хороший рейтинг. Это ваша прямая речь? Ага. Это я давал... Когда это? Вот знаете, число у меня не указано. Это старое. Я давал интервью на эстонском языке. А, неправильное слово рейтинг перевели, да? Здесь перевод вообще-то не очень правильный. Да? Да. Объясняю, почему я настаиваю на этом. Потому что вот я стараюсь готовиться, да, и я считаю, что очень важно, чтобы мы честно говорили, да? Согласны с этим? Неправильный перевод, да? Неправильный перевод. Все, это опять пресса. Это можно... Опять пресса. Попаду отсюда? Вот давайте так, смотри, секундочку. Давайте, вы смотрите. Вот я сейчас в корзину, да? Да. А потом эстонский браток. У вас же в Эстонии с баскетболом дружат? Да, это то же самое, что ли? Да, нет, нет, это другая передача. Хорошо. Давай. Кто первая? Ну, как гусь, кидай первая. Хорошо. Где, вот здесь? Да, вот там, вот от линии. Давай. Линии. Да. Это не монтаж. Теперь кидаю я. Россия. Россия ЦСКА. Ничья. Добрый вечер. Во прямом эфире. Здравствуйте. Во прямом эфире. Как вас зовут? Отлично. Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте, Дмитрий. Откуда вы? Солнечногорск. Здравствуйте. У вас вопрос к Андресу? Скорее к вам по фирму «Проверка на дорогах». Хорошо. Давайте, только, если можно, коротко, потому что мы все-таки хотим поговорить с Андресом. Он не так часто приходит в студию, у него сейчас много проектов, и он может уехать опять на свою родину. Учитывая, что он прекрасно играет в баскетбол, и есть перспективы вступить в сборную Эстонии. Спрашивайте про «Проверку на дорогах». Вы долго говорили, и Андрес затрагивал эту тему о полной версии фильма. Да. То есть, вот я хотел бы узнать, где можно посмотреть, если это возможно, полной версии фильма «Проверка на дорогах». Он снимался в наших краях, у меня снималась там мама. Прекрасно. Я поздравляю, что у мамы есть такая возможность зафиксировать себя не только, что она прекрасная мама, да, а еще оказаться в картине, которая очень сильно повлияла на развитие российского кино. У нас есть вопрос. Андрес, как вы относитесь к конкронизации классической литературы, особенно к современным сериальным постановкам? Это, кстати, по-русски было уже написано, перевод точный. Андрес, как вы относитесь… Пусть ли запятая дальше. «Особенно» к современным сериалам и постановкам? По классическим… Сериальным постановкам. Вот это загогульник или это знак вопроса? Вот переведите мне этот вопрос в этом смысле, что здесь имеется в виду. Классическая литература в этом, вот как сейчас снимают? Ну, условно, выйдут «Братья Карамазовы» или выйдут там «Гессы». Как в сериальном формате? Да, как в сериальном формате. Да, ради бога. Если это качественно, хорошо сделано, замечательно. Ради бога. Уважаемые зрители, мы немножко прервемся на рекламу, попробуем почитать еще несколько вопросов после рекламы. Итак, реклама на канале A1.